Всем привет! Очередное видео без моего лица, только своими руками. У нас распаковка вайлдбереса. Сейчас буду вместе с вами раскрывать. Помните, я заказывала в прошлый раз печенье, как это называется, печенье, кути-стуле, тайм-на-обтайм-на-кета-дюгейте они идут. На самом деле там просто нет добавленного сахара, только сахар и нет муки, и на ментальной сахарке. Здесь у нас идет, это фитнес-шок дабл-протеин-бар. 30% больше протеина, нет сахара. Купила я их для того, чтобы попробовать эти батончики, потому что печенье, хоть и кокосовое, мне не очень, помните, понравились. Но вот эти батончики как-то привлекли внимание, и я решила попробовать у них практически все в сортименте. О, да, это их новинка. Мне нравится, что здесь у них упаковка есть. 23 января упакованы свежие, это их новинка. Я очень люблю всякие протеиновые батончики, потому что я очень люблю сухое молоко, и мне нравится вкус сухого молока. В конфетах, во все, белый шоколад люблю. У меня вот это привлекло, что это и полезно, ну, не полезно, это не супер вредно. Давайте вот это попробуем. На самом деле, мне его больше всех хотелось попробовать, когда я заказывала. Так, ну да, такой, как на картинке. Пахнет такой черник, смотрите, тут ягодки прям видно. Ммм, блин, вкусно. Мало сахара, практически не сладкого. Меня это радует. Так, мало сладко, чувствуется реально черника, голубика, протеин. Я такой вкус люблю. И никакой химолы по ощущениям. Так, посмотрим ешки. Та-ра-та-та-там, саловый лицетин. Знаете, никаких нет ешек. Прикол. Очень эта штука сухая. Наверное, поэтому, так как выведено много влаги, это долго хранится и без ешек. Здесь у нас вкус еще есть кофе и апельсин. И второе это... Баден по-турецки, а по-русски, чем миндаль. Ну, прикольно. Очень радует. Это состав гораздо лучше, чем просто протеиновые всякие батончики. Такие там обычно скрытые сахара, на самом деле, когда все это сладкая история. То, что здесь, в Турции, у нас американские здесь продаются. Это нетрудно купить и найти. Но вот именно по составу, чтобы реально не было сахара, такое еще надо поискать. Я очень рада. Эта марка появилась, они имеют новый скоростной бизнес. Новая фирма вот эта. Шок фитнес. Батончики такие печеньки. В общем, они на Вайлберисе появились. Вот сайт. И те на них какие-то штуки. Так, что здесь? Чай Ахмат. Скажите, что у тебя в Турции? Чая нет? Такого точно нет. Я именно облепиховый вкус искала. Обожаю облепиховый. Вообще обожаю облепиховый морс. С облепихой в Турции напряг. И то, что на сайте с облепихой было, рассыпной не очень. О, какая упаковка. Смотрите, все сыпется. Вот за это я ненавижу эти пирамидки. Потому что с них все сыпется всегда. Чаинки. Я люблю в индивидуальных пакетиках. Чай вообще не люблю заварной чай в чайничке. Вот облепиха был хороший. Заварной. Вот что надо будет в следующий раз его купить? Так, понятно. Ну, так пока что облепишкой не пахнет никакой. Просто чаем. Заварим, попьем, попробуем. Да, упаковка не очень. Вот смотрите, какое все помятое. Ну, мне это не принципиально, но такое себе. Облепиховый чай. Почему Ахмата? Знаете, сколько Ахмат в Турции чай стоит? Я не знаю, сколько там пакетиков. Ну, допустим, в два раза больше пакетиков, чем здесь. Это у нас здесь стоит в районе, на скидке в Мигросе, 70 лир. Это там 350 рублей. Прикиньте, коробочка чая 400 рублей и так далее. Потому что у нас прямо Ахмат, он с Европы, с Англии привезен, и поэтому дорогой. Далее. Здесь всякие идут вот этого, этой же фирмы печеньки разных вкусов. Они без коробки, потому что я попросила коробку выкинуть. Вот такие они. Три вкуса. Банан, шоколад, клубника, чизкейк и вишневую. Вот эти вишневые очень хватили. Давайте попробуем. Что не из ем, так понадкусаю отломленное. Ммм, реально вкус вишни. Блин. Она реально протеиновая для какие-то диеты. То есть это очень сухо, но при этом не... Знаете-ка кто? Не как сухое печенье сыпящееся, песочное. Потому что тут нет муки. Вишня вкус и шоколада немножко. И тоже опять несладкая. Это очень вкусно. Я такое люблю несладкое. Зашло. Убираем. Из косметики я заказала крем. Вообще фирма вот эта Аравия. Я когда делала на ютубе выпуск про хорошие косметики. Там мои маски были Аравия. Я их недавно, скажем так, нашла в том году, в осенью. Мне Аравия написали комментарии. Они просматривают видео. Прям оно вышло там. На косметику уже мало вообще просмотров. То они это видео как-то в поиске нашли. Мне писали комментарии, что им так приятно. Что клиентам нравится их косметика. Немножко помятая коробочка. Ничего особенного. Так. Это крем Аравия. Крем-корректор азелаиновый. То есть он уменьшает воспалительные процессы. Нормализует кожу. Снимает гиперпигментацию. То есть он, короче, с кислотами. Этот крем для кого есть аркны, либо пост-аркны. Такой маленький крем. Здесь несколько грамм. 50. Можно применять точечно, то, что я про него читала. Либо полностью на лицо. Не буду пока открывать. Поизучаю лучше этот крем. В интернете почитаю про применение. Тут еще инструкция идет. Тогда уже вам, если нужно, будет видео про косметику. А тут про всякие линейки, какие у них есть. Вы знаете, не зря брошюрку напечатали, положили. Я поинтересуюсь. Потому что мне нравится. Маски реально работают. И на этот крем очень хорошие отзывы. Хочу попробовать. Думаю, мне понравится. Если понравится, я вам дам знать в видео отдельном. Про косметику. Так. Здесь опять у нас там еще коробка. И две книжки. Клин, книжка это в твердой упаковке. Тяжелая. Я думала, что у меня все будет. У нас закончились у ребенка книжки на ночь читать перед сном. Все уже перечитаны. Путешествия по странам. Видите, улья у меня. Ох, сегодня она радоваться будет. Доченька, что книжка пришла. Так, Австралия. Швеция. Ну, надеюсь, это будет интересно. Да, это на деток таких дошкольников 5-6 лет. Я думаю, что такому возрасту это интерес. Беларусь у нас открылась. Достопримечательности. Так, что-то о стране. Я думала, честно говоря, будет еще о мире немножко. То есть в стране вот про людей, что-то про социум. Ну, окей. Будем узнавать. Вот еще «Природа мира». Это тоже я такую хочу заказать, но еще не заказала. Следующая книжка. Опять же, я упасу. Чужие все книжки у меня раскупила. Ну, должна это зайти. Энфеклопедия о домашних животных для малышей в сказках. Мне ребенок хочет быть, мечтает быть ветеринаром. Мне эта книга и точно понравится. Чем кролик отличается от зайца? Кстати, интересно. Познавательно. Зачем улитке рога? Слушайте, классно. Как попугая разговорить? Кто такая ящерица? Какого цвета хамелеон? Про черепах. Тут как за ними ухаживать. Тут даже на рисунке. Такие виды всяких грызунов есть. Слушайте, круто. Вот эта книжка прям реально под энциклопедию похожа. Она точно зайдет. Книжки классные. Но вот эта, я напоминаю, если будете заказывать, вот твердая переплетка. Как бы это хорошо, с одной стороны. Вот эта где-то года на 3-4, я думаю. Ну, может, на 5. А эта постарше немножко там. Опять. Помните, это тогда Криспис были? С кокосом вот такие. Вообще, я на самом деле узнала, посмотрела свой заказ, что я продлилась, почему я кокосовые заказала? Я кокос не очень люблю. А я узнала. Там на самом деле была ошибка. Это должен быть ассорти вкусов. А мне положили только кокосов. Ошиблись при упаковке фасовки на фабрике. Вот тут наклейка, что это ассорти. Купила я этот набор, потому что там скидки какие-то были. За полцены за 50%. Скидки. И вот в этом ассорти я хочу, чтобы были там батончики нарисованы. Вот я их вижу даже сейчас открою. И вот эти криспитки печеньки. О! Чтобы все попробовать. Прикольно. Это что, такие же? А, нет. Не такие. Вот такая мне уже пришла. И криспит. И вот эти, которые я отдельно. Короче, у всех по одной. То, что у них есть наименование, это что-то классно. Так, и как всегда у них рекламка идет. Типа у них розыгрыш. Зарегистрируйся раз в месяц, они разыгрывают подарки. В инсте или на своем сайте. Вот. Кому надо. Может, там паркод вы берете. Кьюар-код. Ну, прикольно. Это на сникерских похоже. Это на с кокошем. Мне вообще эта тема понравилась. Действительно хороший состав. И действительно сладкая. Прям круто. Что вы покупаете на Вайлдбрессе? Может, новенькое для себя нашли. Знаете, помните, я вам говорила в прошлый раз, я заказала гель для бровей от Диваш. Он нифига не фиксирует. Ребят, я вообще вам его не рекомендую. Я, наверное, сниму потом видео разочарование косметики. Ну, просто, да, ощущение, что ты водой накрасила себе брови, уложила. Никак вообще не держится. Спасибо всем за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Жду ваших комментариев.